привет всем хорошим людям добро пожаловать на канал кастом трак если вы еще не подписаны обязательно подпишитесь на наш канал здесь у нас очень интересно весна уже потихоньку вступает свои права становится все теплее и теплее и это радует теперь нам будет работать проще быстрее и эффективнее сразу же спешу поблагодарить всех за обратную связь много комментариев под видео вы написали очень приятно читаю радуюсь прикалываемся ну вообще просто супер вот такой формат мне очень очень нравится когда у нас идет обратная связь вы ставите лайки и пишите комментарии в этой серии мы займемся подкачкой на камазе потому что прошлая серия выявила недостатки чтобы ну неудобно накачивать вылазить шланги долго поэтому нужно делать подкачку именно этим я и займусь но признаюсь вам честно мне не терпится проверить сначала технические жидкости в камазе потому что покатушка была такая серьезная и я прям газовал нормально так на камазе друзья я уже давно взял для себя за правило после таких покатушек приводить технику в порядок это помогает не только экономить на будущих ремонтах но и согласитесь приятно когда техника обслужена стоит аккуратненькая вся и готова к следующим покатушкам так что давайте сейчас посмотрим проверим масло газовал я на камазе хорошенько так надеюсь все жидкости в норме но нужно обязательно проверить так давайте глянем масло ага масло на удивление вообще не взял по сравнению с предыдущим замером все в пределах нормы давайте проверим антифриз с антифризом уровень маленький и вы знаете пренебрегать его количеством затея не очень хорошая так как в наших широтах очень важно поддерживать правильную температуру двигателя и в холода и в зной и делать это я рекомендую с надежным продуктом таким как синтек мультифриз с уникальной технологии изготовления антифриза синтек не придется переживать о состоянии системы охлаждения и здоровья движка инновационный состав предотвращает появление ржавчины и отложений в системе охлаждения благодаря высококачественным компонентам и импортным ингибитором коррозии а в случае протечки вы всегда сможете ее обнаружить с помощью флуористентного маркера согласитесь очень удобно а еще удобнее что мультифриз подойдет для всех видов автомобилей не только для регулярной замены но и для долива к любым качественным охлаждающим жидкостям переходите по моей личной ссылке в описании под этим видео заказывайте мультифриз на озон напрямую у производителя и защищайте свой двигатель от износа помните синтек это всегда умный выбор теперь я спокоен и мы можем продолжать заниматься подкачкой на камазе я побежал переодеваться а вы заваривайте чаек не переключайтесь приятного просмотра но прежде чем мы приступим я хотел бы поблагодарить всех вас кто нас поддерживает на бусте огромная огромная вам благодарность если у вас есть желание и возможность поддержать нас на бусте то переходите по ссылке в описании в этом видео найдете для себя удобный тип подписки обратите внимание на подписку фанат кастом трак по ней вы будете получать каждые два дня информацию о том какая движуха у нас происходит в гараже всем тем кто нас уже поддержал огромное огромное спасибо от канала кастом трак и от меня лично давайте и вам одену руку давайте начинаем мы со среднего моста в нем максимальная утечка поэтому займемся сначала средним мостом стружки нету а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я уже сегодня вымужусь с солидол прямо от души. Прямо от души уже. Весь буду сегодня. Ну, вот такое у нас состояние. Подшипники в норме, колодки в норме. Сейчас все это нужно нам отмыть очень тщательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот здесь все отмыл. Сразу виднеется, видите, состояние с хранения, да? Ну, чуть-чуть поезженная машина, это ощущается. Вот, ну, здесь тоже все отмыл. Отмыл наши все подшипники, пружинки. Тоже лежат в ящичке. Бензинчики аккуратненько. Также отмыл барабан и отмыл наши колодки. Колодки сразу показались очень красивые, видите? Даже в родной красочке еще. Ну, вы сами видели, как я профессионально помыл. Ведь не зря я на мойке отработал 20 лет. Мою, в общем, я здесь вещи. И смотрите, что нашел. Кто-то подарил нам подарок. Дима, привет! Это твои зрители Янчик и Денчик. Они, кстати, были у нас на стриме. Мы проезжали мимо и заглянули к вам в гости. Оставили подарок для вашего охранника территории. Пусть будет всегда на чеку. Обожаем ваш канал. Больших достижений. Хорошие люди. Янчик и Денчик, огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Очень приятно. Первый раз я вижу такое, что кто-то оставил записку и подарок. Следующий этап. Снимаем цапфу. Раскручиваем вот эти по периметру болты. Также нам нужно вынить вал. Смазать его. Но он, видите, не в клине. То есть он от руки легко очень поворачивается без проблем. И вот это мне не нравится. Почему у нас тормоза не отходили. Ну, будем разбираться. Шланги открутить не могу. Сворачиваются вот эти штуцера. Попробую открутить там. Все грязное, страшное. После оффроуда вот так все это выглядит. Ну и вот здесь нужно снять кронштейн тоже, чтобы каким-то образом, чтобы можно было снять вот эту вот штуку. Не знаю по кака. Эта трубка на подкачку. Ее я уже открутил. Пытаюсь снять опорный диск. Раскрутил все болты, но не могу открутить вот эти два. Они, как выяснилось, вот там спрятаны. Вот один, вон второй. И мне их нужно тоже открутить. Потому как у нас вот камера, это стоит еще и в хомуте в этом. А хомут можно снять только когда открутишь те болты. Состояние, в принципе, отличное. Здесь болтики выкрутил все. Вот они, красавцы, такие вот. Никто ни разу здесь ничего не крутил, никто не лазил. И если бы эту машину оставили не в грязи и не в соли, то все бы было отлично. Он бы был вообще буся-камаз. Ну а в любом случае, в хорошее состояние, меня все устраивает. Вода в иллюминаторе. А вот здесь наши сальники. Это сальник полуоси, который не дает смазки поступать сюда. Но тоже нужно вынимать. Ну я уже сегодня вымужусь с солидол прямо от души. Прямо от души уже. Весь буду сегодня. Пытаюсь я разобрать эту всю конструкцию. Вот где у нас клинит. Видите? О! Это проблема. Вот. Поэтому нужно это все разработать здесь. Ну и уже, коль мы залезли в вал, снимем и вал. Вал, кстати, в огне. Вот вам вал. Мне кажется, ему тут и не надо ничего делать с ним. В принципе, снимем. Вот так. Вот вал. Состояние идеальное. Это радует. Значит, втулки там тоже будут нормальные. А закисшие у нас вот этот палец. Сражаюсь я с нашим укоревшим пальцем этим. Вот. Это вся боль ремонта вот этой техники. Когда все закорело. И ты пытаешься, блин. Ну ничего не получается. Плюс с запчастями проблема. Если бы было в магазине, уже купил бы правильно, пошел новый чопик. Нет. Нужно сохранить этот. Потому что не купишь. Все. Вот он. Виновник всех наших бед. Видите, и даже уже под стопор отверстия оно пострадало. Вот здесь все это закорело. И поэтому у нас клинили тормоза в этой части. Потому что на самом валу все идеально. И причина была именно вот в этом вот. Сейчас моя задача смазать трещотку, разработать. Все это промазать. Все тщательно зачистить. И собрать в принципе обратно. Если у вас возникнет желание взять убитый КАМАЗ и его восстановить. Это почти невозможно. Все равно это будет хлам. КАМАЗ, чтобы вы хотели новую машину себе, нужно брать хорошее сохранение. Чтобы это была хорошая машина. Иначе из-под забора, из-под лесовоза взять машину. Это тупик. Это точно я вам говорю. Отрезал я шланги. Парни, в общем. Все равно посмотрел. Он здесь лопнутый один. Нету смысла их беречь. Надо ставить новое. Сейчас хочу здесь все разобрать, чтобы уже больше к этому вопросу не возвращаться. Раскрутить эти шланги. Буду, наверное, разрезать болгарочкой и греть. И я уже буду знать, что у меня здесь все четко. Дым идет из гаи. Сейчас это все зачищаем, покрасим. И будем собирать обратно. Ну вот, полчасика. Ну, может, часик я поработал. И видите, какие уже красивые у нас элементы все. Это я их обработал пока что... Чем я их обработал? Вертом. Обработал ввертом. Сейчас покрашу, будет очень красиво. Соседи красят бампера там. Подписывайтесь на них канал. Вован, как твой канал называется? Привет, без тормозов. Все. Так что не забудьте тоже подписаться. Они там чудят немного. Ну вот, прокрасил все. Ну вот, теперь будет выглядеть все гораздо красивее. Я не знаю, может быть, я занимаюсь херней, откровенно говоря. Но напишите, нужна обратная связь, стоит ли вообще заморачиваться. Ну, конечно, приятнее будет собирать, когда это будет вот в таком все виде. Поэтому все-таки 3 часа потраченных, наверное, не зря. Наверное. Но я не уверен тоже. Пишите в комментариях. Пока сохнут наши детали, я решил заняться сальниками подкачки. Они находятся вот здесь, внутри. Это та самая цапка, которую мы сняли. Вот кусок моста, на который колесо ставится. Как работает подкачка? Сюда поступает воздух. Вот вы открыли кран на панели. Сюда пошел воздух. Через вот этот канал он поступает между двумя вот этими сальниками. Вот этим и вот этим. Вот один сальник наружный и внутренний сальник. Вот воздух поступает вот сюда. Здесь есть отверстие. И получается, что вот эта обойма у нас закреплена на месте. Вот эта полость у нее находится под давлением воздуха. А здесь вращается полуось, которая вместе с колесом, вращаясь, получает воздух из этого отверстия в свою полость. В полость полуоси. Вот эта полость на полуосе, о которой я вам говорил. Вот в эту полость поступает воздух. И потом идет к этому крану. Вы кран открутили, и воздух пошел в колесо. Либо обратно решили спустить шины. Воздух через этот кран идет сюда, выходит сюда, и через ту муфту, которую я вам только что показывал, выходит на улицу. Сейчас нам нужно открутить и заменить сальники. Обойму мы эту будем убирать. Это считается старая система. Уже устаревшая, менее надежная. А здесь будут установлены сальники. Сейчас все покажу. Вот она обойма. Я, к сожалению, не могу выкрутить вот этот штуцер пока что. Вот, по которому подается воздух к этой обойме. Он не хочет идти. Очень сильно закорела резьба самой обойме. Вот этот выкручивается. Давайте посаденем головку сюда и попробуем. Все. Гайковертом выкрутилось без проблем. Ну и здесь вот та самая обойма. Сальники я вижу, что здесь подношены. Конечно, они даже не торчат за корпус. Видите, они должны как бы быть шире здесь. Вот, пойдем примерим к полуосе. Вот так мы вставляем полуосе в мост. И, конечно, что она тут будет держать? Ничего. Вместо этой муфты у нас будет установлено два новых сальника. С КамАЗа 43-118. Сейчас вам покажу новый комплект. Он подходит за исключением одного маленького нюанса. Вот этот штуцер. Он сюда вставляется. Вот так вот. Вот. И нужно нарезать резьбу. Вот такую. В нашей ступице, насколько я понимаю. И тогда вкрутить. А потом уже в этот штуцер вкрутится наш стандартный заводской. Ну, вот такая система. Сейчас попробуем, что мы здесь сможем придумать. Я, как опытнейший токарь, сразу же определил шаг резьбы. 18, шаг 1. Все идеально. И прямо вот так берем и нарезаем. Чуть-ничуть получилось наживиться. Достаточно так тяжело это было сделать. Но никаких ничего не рассверливал. Ничего. Просто режешь резьбу и все. Маслица обязательно. Вот. Я когда учился на токаре в институте 20 лет. Ну, там всегда говорили, что нужно обязательно масло. Ну, вы знаете, на самом деле, мой токарный опыт весь был постигнут. И, в принципе, желание токарить было, ну, благодаря такому украинскому блогеру, дядька Максим. Вот. Ему огромное спасибо за такой контент токарной. Прям то, что надо. Но это, я считаю, настоящий профессионал своего дела. И, в принципе, я ему благодарен. Я когда-то уже говорил об этом. Резьба получилась хорошенькая. Глубоко она нам не нужна. Потому что там резинки. И, соответственно, сейчас будем пробовать вкручивать штуцер. Пойду за штуцером. Вот. Вообще, я выражаю огромную благодарность также команде Mars Mars. Передаю огромный привет. У них на канале есть очень хорошее видео. Подробное, как менять сальники подкачки на КАМАЗ-4318. Вот. Ну, Сергею и Роме огромное спасибо за такой контент. И благодарность. Так, сальники вклеиваю. Вот на вертовский силикона клей. Или клея силикон. Потому что есть вероятность их проворота. Сергей говорил, что у них было такое, Марсианин. Поэтому лучше вклеить. Это такой силикон. Он такой, знаете, вязкий. Ну, мне нравится с ним работать, кстати. Так, вот ее туда нужно заправить. И только потом ставить крышечку. Вот так. Ну, вот. Вот эти элементы уже почти высохли. Подкачечка тоже за ночь наша высохнет. Ну, а я отправляюсь домой. Вот это сегодня все, что я успел сделать. Это фактически все раскидать. Заказал ведро солидола. Стоит 100 долларов. Представляете? Литол 24. Вот. Не дешевое удовольствие такое, блин. Ну, вот. Буду устанавливать. Собирать все аккуратненько здесь. Увидимся завтра. Еще нужно обязательно вот этот сапун поменять. Тоже здесь коревший весь. Вы чувствуете запах весны? Я не чувствую нифига. Все пропахло солидолом, негролом. Вокруг нас запчасти такие, знаете, запах советского негрола. Он вот повсюду в нашем гараже. Второй день. Сегодня придет Литол. Сегодня мы, надеюсь, соберем хотя бы одну сторону. Эта работа такая, знаете, нужно с душой относиться. И тогда все получается. Так что приступаем. Надолго не откладываем. Перчаточки. И погнали. Начинаю сборку. Прокрасил здесь ступицу. Поменял сапун. И устанавливаю сальник. Сальник буду устанавливать вот такой. Производитель. Русич. Росич. Надеюсь, будет ходить. Так, ну потихоньку собираю весь этот бутерброд. Опорный щиток, потом крепление энергоаккумулятора. И, в принципе, можно будет пробовать уже закидывать на место, на КАМАЗ. Намазал нашу цапфу локтайтом. И закидываем. Здесь есть специальное отверстие, чтобы выдавливать цапфу. Но нам удалось ее вынуть просто ударом кувалдочки. Вот, ну сейчас прижму ее, и, в принципе, можно будет дальше собирать бутерброд. Здесь еще ставится опорное кольцо. В общем, много-много всего наверх. Вот, ну сейчас прижму, чтобы уже нам зафиксировать саму цапфу. Собрал весь наш бутерброд, и сейчас начинаем обжимать все по периметру. Используем для этого мелоки, удобно и быстро. Подготовил тормозной вал, всю ржавчину зачистил. Сейчас мы его смазываем и вставляем обратно. Я думаю, после такого ремонта тормоза у нас клинить больше не будут. Купил ведро литола. Надеюсь, все будет нормально, и нам его хватит для смазки подшипников, валов и всего остального. Так, ответственный момент. Устанавливаем колодки. Не знаю, я помню, как ты их вставлял, что-то у меня были какие-то проблемы. Поставить колодки только сумел тогда, когда поставил две внутренние пружины. Наружные пока не ставил. Ну, наружной отверткой поставлю. Ну, вот, смог. Только таким способом. Все отлично. Ставим трещотку, энергач, и можно ступицу запаковывать. Устанавливаю трещотку. Как работают тормоза? Стоит энергоаккумулятор, который нажимает вот так вал. Вы нажали на педаль, воздух подался, он надавил. Когда он надавил, происходит вот такое движение здесь на валу, и колодки расходятся. Видите? И происходит торможение. С топоров у меня вот таких две перчатки. Огромное спасибо нашим зрителям, которые внимательны и замечают, чего нам не хватает. Сейчас установим с топоров вот такой. И все. Он уже никуда не денется. Перед установкой все резьбовые соединения смазываем авилью. Проверено годами на автобусе Богдан. Это энергоаккумулятор, который состоит из двух частей. Одна камера и вторая камера. Здесь с пружиной. Когда воздуха нету, она давит вниз. И тормоза постоянно заклинившие. Как только вы накачали воздух, воздух сжимает пружину, и тормоза растормаживаются, машина покатилась. Если вдруг у вас лопнул шланг где-то, энергоаккумулятор растормозился, и машина остановилась. Без тормозов по причине обрыва магистрали воздушной вы никогда не останетесь. Машина затормозит сама. Трещоткой подводим вал к энергоаккумулятору. И вот таким способом потом можно регулировать подведение колодок. У нас ураган. Обязательно этот узел смазываем. Вот у нас была причина именно в этом. узле. В этой части нам осталось только установить шланги. Шланги я куплю новые. Пока что еще они не приехали. Сюда тоже резиновый шланг установил новый. Эта часть у нас фактически собрана. Вот сейчас мы приступаем к сборке подшипника. Так, самый мой любимый момент. Это финальная сборка подшипников. Берешься ли дольчик. В нашем случае это Литол-24. И все это смазываешь. Потом берем еще изнутри. Так, оп, 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 и оп. Подшипники наши в очень хорошем состоянии. Советские еще. Все это будет ходить. Если вот так обслужить весь Камазик, это будет круто. Зажали полностью и чуть-чуть отжали. Затем устанавливаем вот эту фиксирующую шайбу в надежде, что она попадет на этот упорный штифт. Чуть-чуть не попадает. Нам нужно поджать. Чуть-чуть. Ну и вот эта шайба имеет вот такой конусок торчащий. Ее тоже вставляем. Ну вот так вертикально поставили. И контролировать нужно, чтобы она не свернулась потом. На заднем фоне Леша он ремонтирует пассат. Ему уже завтра уезжать. Помыл мотор, он теперь троит. Сейчас. Подготовил к установке полуось. Всю ее промазал. Солидольчиком мы сейчас ее будем просовывать через наш новый сальник и наши новые сальники подкачки. Здесь поверхность, не знаю, видно вам, но чуть-чуть ее шлифанул. Стало выглядеть лучше. Но у меня такое ощущение, что сюда попадала вода. Вот, видимо, все-таки в мостах была. Или что, я не понимаю. Но суть в том, что очень ржавые такие раковины. Обычно такого нет. И очень важно ее заводить туда. Как бы держа. Здесь не забываем выставлять штуцер подкачки напротив двух шпилек, которые чуть выше относительно плоскости. То есть сюда будет ставиться защита, шланг. И, соответственно, вот так мы и полуось восстанавливаем, исходя из этого. Вот так вот. Вот так. Все, сейчас обжимаю эти все гайки и, в принципе, финишная прямая. Вот так вот. Друзья, эта сторона готова. Пока что защиту я не буду ставить. Мы соберем всю конструкцию, систему проверим. Воздух подадим. Потом уже соберем здесь шланги. Сейчас я перехожу на ту сторону, на пассажирскую. И будем там разбирать тоже. Там мы сделаем все гораздо быстрее. Я буду снимать только основные моменты и приключения, если какие-то у нас будут появляться. Вот. Ну, я думаю, примерно принцип понятен. Поэтому одно и то же для вас снимать это всегда не очень интересно. Поэтому сделаем это в быстром ключе. С этой стороны состояние получше. выработки нету. Вот это оффроуд, друзья. Вот он. Вот так выглядит. Представьте, здесь все переберем и потом опять в грязь. И это ужас. Нельзя так, конечно. На мойку все это, на мойку. Вчерашний наш день закончился тем, что я все отмыл, очистил. Теперь все красивенько. Все детали намыты. Помыл колодки, подшипники. Все-все-все отмыл. И теперь мы можем приступать к разборке дальнейшей этой части. Сейчас все это быстренько раскидаю. И будем все подкрасим, зачистим. И будем смотреть, почему он клинил. Но я вижу, что причина тоже явно вот в этом чопике. Почему-то мне так кажется. Вот такая здесь чача внутри. Ну, наконец-то. Именно в этом причина наших клинивших тормозов. Вот в этих чопах. Настолько они здесь сильно закорели, что просто невозможно выбить. Вот такая трещоточка у нас. Состояние вала. Идеально. Да. Вот так. Это свежая смазка, которую я смазал. Все, сейчас мы это все разбираем, приводим в порядок, зачищаем, красим и будем собирать обратно. Ну что ж, думал, обойдется без приключений, но, к сожалению, не обошлось. На ЦАПФе штуцер обломался. И теперь я не могу муфту извлечь, потому что штуцер остался там внутри. И что с этим делать, пока что не знаю. Друзья, вы меня постоянно спрашиваете, Дима, почему ты не работаешь на верстаке? Ну вот, по вашим многочисленным просьбам, работаю на верстаке. Высверливаю штуцер, пробую. Высверлил наш штуцер. К сожалению, сгорела дрель. И дрели у нас нету. Теперь осталась только макитовская. Но батареи от макиты у бати. Он брал болгарку. На кладбище наводил порядок. И поэтому у меня нету сегодня дрели, к сожалению. Ну и дрелька наша умерла. Протер здесь растворителем. Сейчас установлю сальники и будем собирать. Эти все элементы покрашены. Все классно. Сегодня нам Леша помогает. Последний день. Да, Леша? Скажи всем пока. Всем пока. На месяц я... А потом вернешься. Обещаешь? Обещаю. Смотри, полмиллиона смотрит тебя. Полмиллиона. Я вернусь на месте еще. Все, Леша пообещал вернуться. Так что, друзья, ставим лайки, чтобы поддержать, чтобы он видел, что вы хотите его видеть на канале. И... Леша пообещал вернуть ссылку. друзья в спешном режиме мы собираем остатки ступицы камаз потихоньку помаленьку но вроде бы все получается сейчас нам осталось уже лишь только подкачка покрасить вот этот вот энерга ч не по сути можно устанавливать ступицу смазать ступицу и сегодня нам нужно по-любому успеть доделать камаз потому что впереди праздники нужно крестников поздравлять хотелось бы доделать и идти на праздники со спокойной душой правильно я думаю вы меня в этом поддержите поэтому долго не разглагольствуем работаем кстати судя по состоянию колодок но нету здесь 30000 пробега такое чувство что здесь почти его нету блин ну очень хорошем состоянии ну все а еще два шланга прикрутить ай красота вот как на нем ехать на оффроуд вот как ехать потом после такого ремонта как как садишься едешь самая любимая процедура да это намазать медом подшипники потому что без меда они не будут служить долго любишь медок люби и холодок но это не для этого поговорка темнеет не уверен что меня видно надеюсь что нормально еще очень устали вы мучились по полной друзья но результат есть эта сторона собрана вся подклинившие у нас кран на подкачку он сейчас там лежит разрабатывается покрасили барабанчик тоже диск у нас у нас тоже внутренняя часть покрашена ну принципе все готово фактически четыре дня я провел под камазом и вы знаете устал от этой работы если честно хочется уже что-то другое потому что ну целая неделя просидеть здесь постоянно в мазуте грязный весь вот поэтому пока что наверное отложим на недельку буквально ну и вам огромное спасибо что в этой серии были с нами огромное спасибо вам за поддержку если у вас есть желание кстати поддержать нас на бусте обязательно проходить по ссылкам в описании под этим видео не забывайте про наших спонсоров тоже заходите по ссылкам под этим видео ну вам я желаю как обычно только хороших людей на жизненном пути всех благ и всего самого-самого наилучшего всем пока